Мой парень должен быть умным, богат, воспит, начитанным, чтобы уважал и обожал мою маму, любил путешествовать, чтобы у него в друзьях не было никаких баб, не любил пить. Ян, ну по мне так таких идеальных просто не существует. Да нет, ты чё, я верю, что такие точно существуют. Ну чё, сучки? Да, пиздец, мужики, пошли, конечно. Да ты ничего не понимаешь, вот же он, идеальный парень. Занялся бы чем-нибудь полезным, неудачник, только сидишь и сидишь в своих играх. Ты там уже всю ночь, ну давай уходи. Чё ты там пользуешься, какой из тебя спортсмен, иди лучше в игрушки свои играй, неудачник. Для меня то ты, мне не нужен твой я, то ты. Чё ты там фоткаешь, блогер надоделанный? Кому твои фотки вообще сдались? Твоим десятерым подписчикам? Неудачник. Ты там уже всю ночь, ну давай уходи. Я говорю прочь, я говорю стой. Ты каждый раз в рубашку не делай. МНТВ программа, физическая на пресс-сессе, в студии Валерия Габриевна. Это всё игры его тупые, игры эти тупые. По-любому он из-за них головой тронулся. Ой, да мы просто с ним хорошие друзья. О, а вот и он. Слушай, Макс, можешь за Макдаком сгонять? У меня просто ногти накрашены, я не могу. Хорошо. Слушай, Макс, не сгоняешь на почту, мне нужно письмо отправить. Ну ладно, мы же друзья. Слушай, Макс, мне тебя неловко просить, но у меня эти женские штуки закончились для этих дней. Можешь сгонять, пожалуйста? Фу, Яна, не буду я тебе никакие женские штуки покупать. Ну, Макс, ну мы же друзья, ну. Ладно. Алло, Яна. Мне кажется, я заболел. Ты вообще видел, который час гриппозный? Не мешай людям спать. Слушай, не привезешь мне чего-нибудь от температуры. Мне вообще-то завтра и до свидания. Все, пока. Вернись к кому-то, моя Лали, Лали. Папа, я больше так не буду. Я все убрал, пол постирал, вещи пропылесосил. Максим, ты чего, заболел, что ли? Побил и грешного, я обещаю, я буду служить тебе верой и правдой. Все хорошо, учительница тебя похвалила, оценки лучше стали. Правда? Ну да. Тогда за... Я тут все это дерьмо два часа убирал. Максим, ты что, матом ругаешься? Паршивец. Целый месяц убираться у меня будет. Яна, ты что, кот? В смысле? Ему вся квартира в твоей шерсти. Это нормальный процесс. Новая отрастает, старая уходит. Регенерация. У меня уже все трусы в твоей регенерации. Ну что я могу поделать? Эй, а что ты делаешь? Да пусти, блин. Ну вот так-то лучше. Регенерируй себе на здоровье. Искусственную. Живую. Искусственную. Живую. Искусственную. Искусственная у тебя баба будет в ближайший год. А елка должна быть живая. Яна, она постоит и выкинется. Зачем портить дерево, которое росло 10 лет? Да ты ничего не понимаешь. Настоящая елка это символ праздника. Ну так иди, отмечай в лес тогда. Рубить-то ее зачем? Ну тут самое главное запах хвои дома. Я тебе освежителем воздуха с запахом леса. Побрызгаю на искусственную. И синий нюхай себе на здоровье. Я сейчас на тебя перцовым баллончиком побрызгаю и на ватер недоделанный. У нас и так все искусственное. Общение, фотографии, встречи с замуженным, с этим телефоном. Можно хотя бы в новый год настоящую, живую елку. Ну конечно же можно. Будет у нас дома живая елка. А у белок дома сока не будет. Потому что Яночка пришла и снесла их хату к хуям. На которую они, блять, ореховую ипотеку взяли. Блин, надеюсь, мама отпустит меня на ночевку к Танюхе. Надеюсь, Танюху забыла о моем существовании. Я спокойно посижу с Оливье и у телека. Надеюсь, мне подарят новую игровую приставку. Надеюсь, мне завтра не позвонят и не скажут, что мне надо пиздовать выходной на работу. Надо купить побольше салютов и бомбочек. Сколько стоит этот салют? Да я за такие бабки могу месяц в ресторанах жрать. Жопу этот салют. Мам, мама, мы купим в этом году мне живую елочку и танцующую игрушку Деда Мороза. Армен. А мы уже купим, наконец-то, билеты в Таиланд и игрушку под названием новый айфон. На следующий год у меня столько целей и планов, которые я обязательно реализую. Может быть, в этом году, наконец-то, удастся съехать от мамки. У бабки как раз уже одна нога на том свете. Вот в ее хату и съеду. Био, сердце, дверь. Девушка, вы красивая. Спасибо большое. Не хотите, может быть, погулять? Ну, можно. У тебя такие глаза. Ты самая прекрасная на земле. Я тебя хочу. Не видел никого сексуальнее, чем ты. Если бы ты была моей, я бы отдал за тебя все, что у меня есть. Девушка, вы очень красивая. А то я не знаю. Что ты по оригинале скажи? Вообще, этикуляй, лузер. Уязвимость, только хейтеров позарит. Субтитры сделал DimaTorzok